Мелочь какую-то нам был. Для меня сняла что-нибудь мелкое. Так оно было у меня на пальчике, теперь оно все сказало. Это обувь. Это обувь, это обувь. Вот это завтрак. Ну вот это достаточно, чтобы делать свою вещь. Как обувь. Можно комбинировать с холстом, с танью. Она клеится прекрасно, она делается, эти материалы ростки не очень. Поэтому очень здорово можно использовать рельефы с гладкой. Начните с альбома, фотоальбома. Корешок может быть кожаный, он работает долго. Я вам объясню, как это делается. Надо один урок преподать, так сказать. А на ложке уже делайте, что хотите. Можно сейчас есть. Продается золото. Сусальное. Итальянское. Оно 5 лет стоит листик. Вот такой. 15 на 15. С ним очень осторожно надо работать. Но серебро есть, золото есть. Вот если вы нарисовали рисунок лаком или пива на коже, взяли, там дунь, что оно улетает. Поэтому надо... Оно электризуется немножко. Вы берете, прикладываете, значит, оно должно быть упаковано двух сторон бумаги. Вам будет кусочек, да. Берете губку или тампончик, маску пороги. И вот то, что вам надо, тот кусочек берете, оно прилипает к этому тампончику и вы переносите на лак. И оно прилипает только там, где вы... И вот так. А это пыль, отходы, которые получаются. Можно взять благодаря маслу. Ну, а эти всякие кучи, потому что можно делать из них всякие голодые фактуры. Да, контуры такие-то. Да, ну, и вот, например, если там писать шрифты, то там специально, надо специально, значит, горячий способ. Понятно, да. А клей горячий? А? Клей горячий, вот этот, да? Нет, горячий инструмент. А-а-а. Вот, и там, где горячий, оно прилипает, а там снимают. Вот. Ну, что еще можно... Чтобы применить приемы какие-то? Вот эти вот... У меня есть образцы там, я делал скатулки из этих инкрустированной кожи. Вот, допустим, ставите там маркетры, как и тарсия деревянная, так и кожу. Клеите так, вот вам сделали там скатулку, допустим, да, верхушку. Убираете, вот красный, черный, там, допустим, вторичный. И проек. А, вам нужно там составить, случайно, абстрактно рисунок, не важно. И вы прикладываете, вот наклеили этот кусочек первый, к нему другой, подбираете, чтобы оно подошло, ну, хотя бы, приблизительно. А потом обрезаете, оно должно накладываться, обрезаете одной ножом, и лишнее убираете. И они стыкуются. Идеально, точно. Вот. Вот, смотрите, вот здесь уже три цвета, уже из них можно что-то делать. Вот, пожалуйста, уже, черного добавить сюда, еще вот, допустим, вот уже что-то такое может быть. Но, вот такие отходы, все распозят нам, да, где-то вы ставили так вот. Уже получается. А если... Это прямо как холоскутное шитье, мы тоже эту технику из... Это проще, это легче, это проще, потому что... Да, это легче. Это вырезаете, даже приблизительно, или сделали контур на карке, там, на передавленные, а кожа, когда ставите даже, вот, бумагу, копирование, то она, это самое, переводится. Ножницы вырезали, ну, чуть-чуть с запасом. А потом обрезаете уже. И идеально получается стыковка. Потом это все покрывается лаком или воском. А самое лучшее вообще, традиция, это старая, вырывали кожу воском. Это растапливание? А? Растапливание? Нет, не растапливание. А теплые делают растворы, это скепитар и воск. Делается масса. Ну, когда-то мастика продавалась для полот, натурального сливания. И вот это пропитывается кожа, потом полируется ленточью, там, чем он, замши, вот эти, полируются прекрасно. И это, самое лучшее. Ну, сейчас лаки есть, эти брызгут, брызгут и всякие там тоже. Прейдем. Она сушит, а воск, нет, то, что идет на изгиб, при восковом покрытии, оно не блескается, ничего, и пропитывается кожа, все. Старую кожу можно пропитывать гусиным жиром. А у вас еще есть? А мне еще осталось. Буклы его мало. Приходите, смажем губы. Кстати, он косметический, понятно. что еще из кожи можно делать? Расписывать ее, можно. Акрылыми красными разбавленными, прямо рисовать на них. Орнаменты, узоры. Потом можно, крючком, есть крючок, делается из бронзы, из латун. Хоть чуть-чуть. все, 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 чтобы вы вот ведете линию по коже, давите, а вот потом четкую линию закончить, так раз, повернули, и у вас просто качается четкая линия. Вот. Есть филетки, так называемые, вот такие полукруглые, с разным конусом, с узорами, это рамки делают, нагревается эта филетка, она делается из ботуми, толстая, потому что тепло держится, ручка, на плитку поставили, нагрели, до, плюнули, шипит, значит, больше нельзя. И ставите в линейку, раз, провели эти филеты, так, так, и она дает этот формат, рамки, я, например, на заводе искал сейчас, вот эти, вот, такарные станкомы, фрезеры, и бывали вот такие кружочки, я их отмязал, припаивал, и ручку, и великолепные, шестеренки от часов, старых, они дают, строчку такую, красивую, это уже как фантазия, как ваша. И что вот можно, допустим, расписать, вот, что сделать? Да вот на это, можете расписать, акриловый крат, и что, и что можно сделать, если вот такое расписанное, куда их можно, что, делайте, куда вы, картины, вот какие-то, вот какие-то, вот какие-то, вот картины, панно декоративные, вот это интересно, картины, декоративные панно, то есть можно, допустим, основу обтягивать, а потом, я там, там должна быть какая-то драпировочка, может как-то вот это вот, же создавалась была истонская кожа мускейцев я подберу как будете на трубку если комбинировать кожу с ювелиркой хорошо да вот браслеты на основе картона можно чтобы объем для того чтобы объем ну я использую трубу или набирать тонкий картон еще слои на чем-то кругу что нам надо принести и мы тогда нет наверно нам надо все-таки посетить его мастерскую вот и посмотри что ты посмотри это самое мастерской не не все есть дома но потом мы будем представлять будет выставка давайте мы привезем вот эти вот вашего сделан для бижутерия это пластмасс это бутылки это то что продается блюдки всякие вот это там очень и возможности зависит от вашей фантазии но мы только хотим чтобы нам приемы какие-то показались монолизации там можно прием каратет я покажу нас интересует как что-то делать ну что остальное все зависит от вас как у вас фантазия как вы увидите что у меня был друг врач психиатр в курках его убили он был удивительно интересный человек кстати племянник тухарь художник я ему ездил туда в этот дудо он ходил как аист по земле и все время смотрел перед собой всегда что-то находил вот стекляшку и у него там был гараж наполненный тысячами изделий он сыграл металл у нас тоже квартиры заполнены кое-что такое правдолюбое и врач жадина такое знаете как все начальство прихватил дома детского садика это там часть земли себе и он начал писать об этом детскую площадку уничтожил это рядом было с этой больницей и его предупреждали и потом убили просто попросил два врача два раза нападали на него кстати взял мои стихи и когда он умер они пропали нет стихи его там значит сыграл все абсолютно находил монеты старинные находил какие-то вещички потом разглядывал приходил ко мне его смыть я нашел я ему ездил специально с журналистами там очень мариев эти коллекции набитый гараж инструменты сельхоз эти самые инструменты керамика стекло там все полки и все это все железо было это свечи на все нашему насущному конечно мы придем матерскую но там мы не сможем а вот можно было бы договориться чтобы вы здесь нам допустим мы принесем и какой-то основной курс приемов вот таких вот о чем вы рассказали давайте вы сами решайте какая тематика что хотите какой материал будет давайте я начала в аппликацию ну принесите кожу это каждый имейте ножи с собой надо иметь а у всех уже есть сегодня даже у всех есть уже есть уже есть уже есть уже есть ну делайте рисунок или выбирайте ну допустим вот такую аппликацию мы бы могли сделать ну а почему нет ну просто чтобы такое что-то просто для начала было понятно и просто вот эти вещи можно стабильности только вы не будете возиться с каждым вырезать кожа режется ножницами плот хорошо поэтому предварительный рисунок сделайте хоть такой кожу можно красить на черную а ваш как закрепляется если белая кожа и натурального вот это крашеная это химическая краска она не имеет краски которые задуваются допустим вот у нас или него конечно кожи нет чтобы нам какой бы нам рисунок сделать но если одинаковые то надо стамеску не обязательно каждый а можно просто по окружности целый рисунок сделать и передавите на кожу и просто закрасьте а потом вырезаете на основе уже легче резать хорошо а вот так вот вот эти вот дырочки вы будете вырезать только дырочки да нет нет я хочу вот такими штучками и чтобы они были выпуклые а значит если хотите что более выпуклые вы подкладываете натягиваете всю кожу а если разогрева края они сжатся и будет выпукла как нет если вы будете обжимать даже вокруг картона вот крючком вы уже объем будете иметь вы картон у вас вырезан это уже лет и вы вокруг этого продавливаете а если такой прием когда разогревается или прожаривает почему нельзя и они будут выпуклые это можно ну опять же это надо делать очень по моему потому что я это вот это надо не одну испортить я 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 был там на складе я брал там последнюю кожу для президентской коробки для кулона жирова красная и они мне дали пол мешка этих самых спел и нету его не выбрасывали это было то что связать что давайте я скажу шевроз значит это такая тонкая тонкая кожа которая самая снимается с козленочка для перчаток значит спилок это когда кожа вообще когда снимается животного она спиливается на несколько слоев вот верхний слой самый дорогой это натуральная кожа а остальное вот идет первый слой а второй слой может быть я и там специально а само собой само собой еще сам его в самом животном естественно есть чепрак это вот верхняя часть спина потом есть пашины это когда вот подмышки и вот у животного 4 пошли потом есть вот это пусто даже паховые части которые морщины красивые да это когда шкура целая ну да когда из большой коровы или быка вот я есть свиная кожа она очень пористая она как бы на обувь не идет потому что там знаете очевидно да поры для операции работ есть в этих вот двух магазинах которые для сахарников продает турецкую кожу это если вы знаете это напротив дома офицеров да и второй это университет да вот по одиннадцати церковь где-то было у себя есть еще магазин не знаю существует он или нет на ботанике на ботанике был магазин нет не магазин там вот этот Молденерго здание на первом этаже два комната где продавали украинскую кожу и еще чью-то там итальянскую там такой богатейший но она дорогая там и позолоченная кожа и триламутровая и все сейчас все можно заказать через эти магазины как из турции привезут какого хочешь цвета какого хочешь качества по вашим на спрос возрождает предложение ну вот опять же деньги ну да так ну мы бы могли еще сделать для телефона какого-нибудь да можно сделать для телефона можно чехол для очков сделать что вот да это может быть мы определимся на два галантерея и это самое или бижутерия нет я имею ввиду вот женщинам предложить это или бижутерия или это самое или галантерея да потому что ну почему Люда дырочки сделали и оплел потом это самое вот вам готовый чехол для очков вот вам готовый чехол для кстати там продавались такие клещи пробойщики я только купил полежал у меня месяца два в мастерской и стощили тут хотя она не так долго стоит сто сто пятьдесят лет где-то может они еще есть нет пробойничек дорого стоит ну что это не дорого для пенсионера а что такое пробойничек ну это вот сделаются дырочки шила типа нет шила это тонкая а там вот ну у меня допустим даже есть по моему пять или сколько пробойничек в этаназной конфигурации дырочки они можно купить и пользоваться а есть типа перфоратора вот когда вот продавливаешь да вот и дыроколы тоже вот эти вот дыроколы можно сделать кружочки из тоже и делать аппликации а дырки используют тоже эти жарные зубчики и дыроколы эти жарные зубчики и 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 мы определенного всего вот мы все вот вас еще один чай не будет делать не будет нет ну да еще из кожи можно плести разные ремешки нарезается я плетение много видов есть еще не часы есть не могу найти ремешок часы у меня лежат я у вас когда-то такие как бы еще кусок кожи на песке игры они у меня я делаю медвежонка который на поясе и украсить мелкими бусинки или допустим даже кожу порезать там вот аппликацию раз хватает достаточно простенькое что-нибудь но сделаем конкретно короче вы каждый какую-то находку приемные а здесь вы приходите просто советоваться но не работает нет мастер-классы это когда вы работаете у вас нет ваших девочки хотят как вот это вот я спела я показываю ваши запасы и это то и металлический чтобы мы здесь как они вот они вот это или там вот и будет собачки может а это звездочка только скажите сверну это готов это сверну позвоните мне ну сверну это готов так ну да ну да ну да или там вот что-то кричатку